Заметки электрика Электромагнитных блинкеров РУ-21 На обычных реле ЭТД-551 Либо на РТ-40 Ну это где, на каком фидере, как было По-разному Также у нас были установлены Старые индукционные счетчики Активной и реактивной электроэнергии И вот не так давно я вам рассказывал Что мы произвели модернизацию Одного из таких фидеров Это фидер двигательной Нагрузки, то есть двигателя 1600 кВт Я вам подробно рассказывал Про схему подключения Про токовые цепи, по цепи напряжения Про цепи управления и цепи сигнализации Показывал поэтапно Как мы что устанавливали И так далее И тому подобное И сейчас В очередной раз у нас предстоит Полностью аналогичная работа Вот у нас соседнее Присоединение Вот эта панель Вот она, разграничение Мы здесь будем устанавливать Терминал ТОР-200 Ниже также будет установлена Панель управления для него Промежуточные реле Сегодня в первый день Мы уже сняли Все оборудование Здесь Индукционные реле Блинкера Токовый реле РТ-40 Друг-02 Для земляной защиты Счетчик у нас здесь Не так давно Уже был поменен 4ТМ-05М Поэтому мы его не трогаем Также После демонтажа В этот раз Мы решили эту панель Покрасить Чтобы было Выглядело Более эстетично Нежели Мы тогда делали В прошлый раз В прошлый раз Времени было Гораздо меньше Поэтому нам надо было В первую очередь Все-таки собрать Схему Терминал Чтобы он В любое время Мы могли Вести его в работу Также немножко Покрасили И соседнюю В следующий раз Когда фидер Выведем в ремонт Я думаю Что снимем Эту аппаратуру Всю И прокрасим Оставшуюся Часть К сожалению Зеленого цвета Не нашлось Подобрать мы не смогли Наличие Поэтому воспользовались Вот таким Нейтральным Серым цветом Ну кстати Как раз По цвету Нашего канала Почему бы и нет Пусть будут Такие серенькие Панельки У нас Вот это у нас Сама ячейка Это у нас Сборная Шины 10 кВ Это у нас Здесь стоит Шинный разъединитель После него Установлен Масляный Выключатель ВПМ-10 После него Три трансформатора Тока Два трансформатора Тока Используются Для защиты Фазы А и С А фаза Б Используются Исключительно Для приборов Для технологии После трансформаторов Тока У нас установлен Кабельный разъединитель И кабель Уже уходит У нас непосредственно На двигатель Данная ячейка У нас выведена В ремонт Как вы видите Со стороны сборной Шин у нас Установлено Переносное Заземление Вот И так же На кабель 10 кВ Установлено Второе Переносное Заземление Здесь Здесь у нас Щитовой прибор Амперметр С красной чертой 109 ампер Это номинальный Тот двигателя Коэффициент 400 на 5 Это у нас Контактор включения КП Автомат Цепей соленоидов Автомат Оперативных цепей Это у нас Привода Наших Шинных Разъединителей Это у нас КСА Нашего Разъединителя Он используется Для минимальной Защиты То есть Чтобы вывести Минимальную защиту Данного фидера При выключенном Шинном Разъединителе Это у нас Лампы Положения Выключателя Лампа Отключена И лампа Включена Как видите Они уже Светодиодные Типа СКЛ Про которые Я вам Отдельно Рассказывал В отдельном Видео Про преимущества И их Недостатки Ну и здесь У нас Ключ запрета Также Для удобства Эксплуатации И опробования Защит На ячейке Выведена Кнопка Опробования Включения Потому что У нас здесь Стоит только Ключ запрета То есть Цепи включения И цепи отключения Данного выключателя Они у нас Установлены Уже у технологов То есть В цехе Ну и Всем известный Привод Электромагнитный Привод П-11 Достаточно Надежный Мне он Больше всех Нравится Если сравнивать Со старыми Приводами С тем же П-10 Или П-21 Ну и Здесь у нас В нижней части У нас Имеется клеммник Вторичной коммутации Вытащены Все старые Кабели То есть У нас Помимо Модернизации Модернизации Ролейной Защиты Еще и Производится Замена Всех Контрольных Кабелей Цепей Управления Токовых Цепей И так далее Ну это Остатки От старых Кабелей Бирочки Я оставил Чтобы Если что Их использовать В дальнейшем На моем Клемнике Безусловно Хотелось Чтобы Вместе С модернизацией Ролейной Защиты Также Производилась Замена И Уже Морально Устаревшего Как Как не говори Но это Так и есть Масляного Выключателя Он Надежный Безусловно При правильной Эксплуатации Вопросов К нему Нет Постоянно Следим За уровнем Масла Постоянно Делается Ему Ревизия Ну как Постоянно Раз в три года Вместе С проверкой Ролейной Защиты Постоянно Он испытывается Тем не менее Все равно Есть проблемы По сравнению Уже с более Современными Теми же Вакуумными Выключателями ВВТЛ От Таврида Электрик Там уже И Гораздо Меньшие Механики Там нет Отсутствует Полностью Электромагнитный Привод Все управление Выполнено На блоках управления На блоках питания То есть уже На электронике Ну и так далее Этому Можно посвятить Отдельное Видео Надеюсь Что когда нибудь Наступит время Что на данном Присоединении На данном Фидере Мы Заменим И Масляный Выключатель Ну а пока Можем довольствоваться И радоваться Тем Чем есть А это уже Большой плюс Потому что Как ни как Мы устанавливаем Микропроцессорную Защиту Современную При условии Что это Мощные Двигатели Мощностью 1600 Киловат Постоянно Имеются Некоторые Проблемы При пуске То затяжной Пуск То какие-то Защиты Срабатывают То ложно То не ложно В общем Сейчас у нас Будет более яркая Ясная картина Потому что Терминал Тор 200 Позволяет Осуществлять Не только Защиту Присоединения Но и Осциллографировать И регистрировать Аварийные события То есть По ним Можем Определить Тот же Пусковой Ток Двигателя Или Затяжной Пуск Или Например Срабатывание Той или иной Защиты То есть Это Большой Большой Плюс Вот В первый День В принципе Весь Объем Работ На завтра Я запланировал Установку Самого Терминала Панели Управления И Двух Промежуточных Реле С Перфорированным Кабель Каналом Здесь По этой Стороне То есть Все будем делать Аналогично Одинаково Вот Во второй День Установили Все Оборудование Блок Пульт Два Реле И Соответственно Все Наши Перфорированные Каналы За второй День В принципе Я успел Сделать Всю Коммутацию Ну Вот У нас Стандартно Это Токовые Цепи Защита 431 451 Не 0 430 И Земляная Защита 470 471 Проводом Два С половиной Вот он Входит В канал Вот он Здесь Проложен И идет Вниз На Клемник Вот он У нас Сюда Пришел И Здесь Я их Уже Расключил Это Уже Пошел Кабель На Ячейку Ну Про Токовые Цепи Я уже Подробно Рассказывал В прошлый раз Просто там Был Черновик Здесь У нас Схема Уже Нарисована В редакторе В общем Как обычно У нас Два Трансформатора Тока Для защиты Фаза А и С Вот ТА2А И ТА2С То есть Схема Соединения Вторичных Обмоток Трансформаторов Тока Это у нас Неполная Звезда Это А1 Это наш Микропроцессорный Терминал Вот Мы заводим Фаза Начало Фаза Начало Здесь Сделаем Перемычку И Общим Нулем Соединяем Все это Вместе Здесь У нас 431 451 И 430 Кончики Это у нас Трансформатор Тока Земляной Защиты ТА3Н 471 470 Подключаются На соответствующие Клеммы Трансформатор Тока Фазы Б Мы в цех Выдаем 303 305 Это Кончики Для контроля Тока В цепи Статора Для их Контроллера Для их Щитового Прибора И так далее Далее Здесь Идут Цепи Напряжения 501 521 541 И питание Непосредственно Самого Терминала Вот он Выходит Жгут Также Выходит Сюда Здесь Это же Все Уложил И Вот Приходит Пока Вот так Пока Я эту Сторону Еще Не Успел Сделать В принципе По цепям Напряжения Я тоже Все Рассказывал Вот У нас 501 521 541 Приходит На наш Терминал Для контроля Цепей Напряжения То есть 100 вольт Здесь Дальше Мы 100 вольт А, Б Фазу А, Б Выдаем Также В цепь Для их Контроллера И для Щитового Прибора Здесь же У нас Установлено В цепи 100 вольт Установлено Трехфазное Реле Напряжения Защита Минимального Напряжения И Соответственно 100 вольт У нас Приходит Дальше На наш Щетчик Защиту Минимального Напряжения Решено Было Оставить Групповой Как она Была По проекту Поэтому Это реле У нас Контроля Напряжения Трехфазное Остается В работе Ну и здесь Эта часть Это Цепи Управления И Цепи Сигнализации Вот два Жгута Также Уходят сюда В канал Цепи Управления Тоже Гибким Пауговым Сечением Полтора И уходит Все вниз Здесь Подключил Заземление Терминала ПЕ Проводник Он пойдет Сюда На эту Шинку Вот Как здесь Делали В прошлый раз И еще Один Проводник Для Заземления Панели Управления Ну и Часть Проводников Вывел Сюда Для Подключения Уже Реле Включения И Реле Отключения Здесь Все проводники У меня Уже Отмаркированы Вон Бирочки Видите Здесь То есть Мне остается Только сейчас И здесь Аккуратненько Уложить И Расключить На ту Или иную Клемму Ну и вот Собственно Сама схема управления Достаточно Простая Незамысловатая О ней Я тоже Уже Подробно Рассказывал Можете Посмотреть Предыдущее Видео То есть Ну здесь Вот Питание Самого Терминала Тор 200 Кнопка Включения Через ключ Запрета Это Включение Из цеха Это у нас Отключение Из цеха Включение Отключение Все происходит Через Терминал Это у нас Отключение По минимальной Защите Вот у нас Реле РН Трехфазно Она отрабатывает С некоторой Выдержкой Времени Через выдержку Времени Замыкает Контакт И подтягивается Промежуточное Реле РПН Который В свою очередь Замыкается В цепи Дискретного Входа 2.1 И при Включенном Шинном Разъединителе Соответственно Наши ячейки И происходит У нас Отключение Этот вход Запрограммирован Как минимальное Напряжение Вход С действием На отключение Здесь у нас Управление С терминала То есть Включить Отключить Чей соответствующий Промежуточный Реле РПВ РПО В прошлый раз Мне задавали Очень много вопросов Что выполнена Несоответствующая Маркировка То есть Чаще всего РПВ РПО Устанавливают В цепи Положение Выключателя То есть Например РПВ Это реле Положение Включено А РПО Реле Положение Отключено Здесь же У меня Эти реле Выполняют Функцию РПВ Это реле Промежуточное Включение А РПО Реле Промежуточное Отключение Так Было Сделано Ранее Так Было Выполнено По проекту Поэтому я Как бы Здесь Вот эту Маркировку Менять В принципе Мне это ничего Не путает То есть Схему открыл И все Прекрасно Видно А вот Реле РПО РПВ Которые Встроены Соответственно В сам Терминал Они уже Подключаются У нас Через КСА Привода Катушку Контактора Включения Либо Отключающую Катушку В зависимости От Положения Привода Это у нас Сигнальные Лампы И цепи Включения Через РПО И через РПО Также Здесь установлен Ключ Запрета То есть Постояли Ключ Запрета Здесь Разорвали А здесь Еще Дополнительно Собирается Цепочка На Отключающую Катушку Ну и Здесь Цепи Сигнализации Это Выдаем Цех Одну КСА Открытую И цепи Сигнализации То есть Аварийное Отключение Предупредительное Отключение Неисправность Блока А также Автомат Автомат Отключен То есть Если Отключится Автомат Питания Блока Тор Если сравнивать В прошлый раз То Жгут Я проложил Прямо Так Вот Открыто В этот Раз Решил Здесь Установить Канал Так Более Удобнее Более Эстетично Сразу Все три Жгута Завел В канал И Они Уже Отсюда У нас Уходят В общем Здесь Все Аккуратненько Проложено Никаких Узлов Никаких Петелек Как это Часто Можно Увидеть Все Ровненько Все Здесь Проложено До Самого Клемника Также Отключил Клемник Вот он Здесь Еще Забыл В прошлый раз Сказать Что Здесь Мы Планировалась Замена Контрольных Кабелей То есть Здесь Один кабель Идет Для туковых Цепей Это у нас Вот он 431 451 430 Цепи защиты Дальше У нас Идет 471 470 Земляная Здесь У нас Идет Еще Учет 403 423 410 Вот он У нас Пошел Сюда И На наш Счетчик На счетчик Приходит У нас Соответственно Токовая Цепь 403 423 410 Которые Я вам Показывал На клеммнике Это Со второй Обмотки Этих же Трансформаторов Тока Схема Соединения Трансформаторов Тока Здесь Соответственно Также Неполная Звезда Кабели Здесь Были Проложены Уже С самого Дня Пуска Двигателя Достаточно Старенькие И К тому же Алюминиевые Проложили Вот новые На токовые Цепи Соответственно Сечением 2,5 Квадратных Миллиметров Медный А для Цепи управления Полтора Ну Эти кабели У нас Идут Соответственно От нашей Панели Защиты На Ячейку Вот Немножко Тут обрезки Еще остались Как раньше Еще делали Интересно Часто Очень встречается То есть Вот Разделали кабель Дальше На жилы Одевали Трубку ПВХ Здесь Стягивали Перфолентой На Такие вот Мандовушки Как их называют Крепят ее И Потом Это все еще Сверху Изолента Стягивает Получается Вот такая Разделочка И Уже По Клемнику Там По панели Соответственно Жилка Получается В двойной Изоляции Изоляция Самой жилы Плюс Соответственно Сама Трубочка Вот Еще один Такой же То есть Точно Так же Вот Видите В общем Вот такой У нас Получился Монтаж Сделал Все Аналогично Вот Соседи Вот Видно По Близнецам 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 Все Эти липучки Вот с него Отпадают И Тут Пытался И Здесь Вот Тоже На Соседнем Тоже Вот Опавшее Две Даже Вот Не Держатся Они На нем Ну а Следующим Этапом Это Будет У нас Программирование Терминала В общем Будем Сначала Выставлять Все Параметры Номинальные Данные Уставки Вот Кстати Здесь Уже Установили Сечка Перегруз Земляная Защита Минималка Будет Четыре Защиты Плюс Неисправность Тепи Управления А уже После этого Произведем Проверку Ролейной Защиты Похлопаем Выключатель Проверим Все Реле Проверим Все Наши Уставки Первичным Током В том Числе И так Далее Включаем Первичку Для продавливания Перегруза Перегруз Пошел 143 У нас Уставка 130 Чуть побольше Отключился Несоответствие И авария Перегруз Индикатор Его сбрасываем Все Плюс Фаза С Пришел Ток 130 140 Чуть побольше Даем Аналогичным Образом Выключатель Отключился Выдался Сигнал Перегруз Выдалась Авария Снимаем Микер Поднимаем Так Ну здесь Сигнал Снимаем Перегруза Проверяем Сейчас Минимальную Защиту Путем Замыкания Контактов Выключатель У нас Включен Поехали Выключатель Выключатель Отключился Загорелся Индикатор Минимальная Защита Сейчас Сбросим Ну и соответственно Выдалась Авария Проверяем Заминную Защиту Давай Выключатель Включен Она у нас Действие на Отключение Смотрим Уставка Два с половиной Оп Выключатель Отключился Заминная Защита Индикатор Загорелся Отлично Авария Выдалась Вот в принципе И все Фидер Ввели в работу Вот у нас Горит красная Лампа Положение Выключателя Шинный Кабельный Разъединитель Включены Это у нас Включен Шинный Разъединитель Со стороны Сборных Шин Секции 10 кВ Это у нас Включен Кабельный Разъединитель Все Находится В работе Вот Нагрузка У нас Здесь Порядка 85 В общем Двигатель Находится В работе Вот Топ Нагрузки 79 77 77 Ампер Здесь Были Пуски Последние Пуски То есть 13 Числа Был Пуск Мы Сейчас Вот Эту Осциллограмму Этого Пуска И Снимем Так Включаю Ноутбук Зашел В программу Микро И Сейчас Обновляю Список Осциллограмм Так Нас Интересует Последний Пуск Вот Был 13 Числа Одна Осциллограмма Вот Она У нас Здесь И Мы Ее Хотим Выгрузить Чтение Пошло Так Вот Зелененьким Загорелась Строчка Это у нас Осциллограмма Считана Сейчас Мы ее Посмотрим И С помощью Программы Байскоп Я Открываю Нашу Осциллограмму Такой У ней Вид Это Фаза А Б С И Напряжение А Б С С А Дальше Еще Внизу Уйдет Ток Нулевой Последовательности Время Пуска Двигателя Составило 2 секунды 2,1 А максимальный Ток Был Порядка 700 Ампер Сейчас Посмотрю Подробнее Это Векторная Диаграмма Пуска Вот Начальный Момент Времени 800 Ампер Даже 900 Ампер На Фазе С 915 Ампер 800 700 И потихоньку 600 И Ток Немножко У нас Начинает Уменьшаться То есть Вот Порядка 900 Ампер На этом Все Вот Такое Получилось Видео Про Модернизацию Ролейной Защиты На Базе Терминала Тор-200 От Ролематика Если Есть Какие Либо Вопросы К Вашим Услугам Комментарии Если Вам Понравилось Видео То Обязательно Ставьте Лайки Обязательно Подписывайтесь На канал Впереди Много Будет Еще Всего Интересного Ну А С вами Как всегда Был Дмитрий Автор Канала Заметки Электрика До Новых Встреч